Замечательный поэт и действующий пилот Андрей Сиднянский. Поэт, пилот, угодник, дамский Андрей Иванович Сиднянский. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я всегда начинаю свой концерт с стихотворения о себе. Не сердитесь, что я много пишу о себе, просто это единственная тема, которая гарантированно осведомлена лучше всех вас. Если кто рассчитывал, ребята, на меня, лентяя, хама, жмота, очень зря. Скажу вам, вероятно, там у вас ошибка есть в расчетах. Стихи о семье. Универсальный совет. Если ваш пиджак лоснится, брюки мяты, порвались, срочно следует жениться. Или срочно развестись. Внучок подрос, уже в четвертом классе. Я триллеры читать согласен внуку, но так, чтобы он сидел на унитазе и был готовым полностью к испугу. А вкусная и здоровая пища. Пораньше встал, но что обидно, уже сосисок нет на месте. А тесть мой лыбится и хитро. Я понял, что сосиски в тесте. В гармонии должны стремиться люди. Как говорят женатые друзья, в семейной счастье сексом сыт не будешь. Ну и борщом натрахаться нельзя. Одно всего из длинного прочитаю. Это самое, наверное, старое стихотворение, но написано в прошлом тысячелетии. С семьей я возвращался в город, когда внезапно из кустов возник статуей командора сержант ГИДБД Петров. Махнув своей волшебной палкой, радар мне морду ткнул без слов, представился с улыбкой наглой. Отец троих детей Петров. Я понял, никуда не деться. Могу я плакать и скулить, но мне уже не отвертеться. Детей придется накормить. Мы, правда, долго припирались. Я охал, хныкал и пыхтел. Мой кошелек, когда расстались, весьма изрядно похудел. Читатель, знаю я, не нова для вас история моя, но почему детей Петрова кормить так сытно должен я? Я глятву дал. Коль встречу снова, то набросаюсь без дюлей инспектору Грии Петрову козлу от сутра их детей. Уже много социальных стихов о нашей справедливой родине. Образование фигня. В Газпроме, граждане, к примеру, закончил Оксфорд только я. А я работаю курьером. И еще одно о социальной справедливости. Если в нашем обществе свободном верить в счастье, вкалывать как надо, можно стать, по сути, кем угодно. Да хоть продавцами в Альдорадо. А и Б сидели на трубе, а потом на никель пересели. Все, кто поработал в ФСБ, все сейчас при деньгах и при деле. Задержаны мошенники в метро. Дипломы продавали гады с рук. Но отпустил их всех сержант Петров, который сам был доктором наук. Об искусстве. В альмаматор искусства невозможно что-нибудь не прочитать. Соседка возвратилась из музея. Теперь ей о скульптурах все известно. И то, что пенис мал у Прометея, и что он чуть теплее, чем у Зевса. Уиск. Туркинев врал, вот в чем беда. Давно наказана наукой. Муму был кобелем всегда. А вот Герасим тот был сукой. Ну невозможно в России не писать про алкоголь. Мне очень нравится на самом деле высказывание Сенеки. Алкоголь не порождает проблем. Он обнаруживает их в человеке. Ну ладно. К нам в дом приходят постоянно две разновидности гостей. Кто без бутылки, тот нежданный. И долгожданный, если с ней. Докладная мастера цеха. Как-то в понедельник утром рано Я спросил у токаря дебила. Почему ты снова полупьяный? Он признался, денег не хватило. Типичный сценарий. Вечер. Пьянка. Глупые вопросы. Вася, ты мне друг или не друг? Утро. Пиво. Поиск папиросы. Поиск смысла жизни. Поиск брюк. Глупа моя соседка, не иначе. Спросила у меня вчера при встрече. А что вы там сажаете на даче? На даче, дура, я сажаю печень. В деревню я уехал из столицы от водки отдохнуть. И вот в итоге пошел к ручью с товарищем напиться. Но не дошел. Напился по дороге. Несколько советов. Я говорил, что родился в стране советов. Поэтому совет очень люблю. Не мусори прошу как человека. Беречь природу нашу постарайся. Какую землю ты к исходу века оставишь разоплодившимся китайцам? Брачное объявление. Женой в 40 лет стать непросто. Есть куча проблем у невесты. Мешает бальзаковский возраст. Но больше бальзаковский вес. О медицине. Хирурги потеряли срам и стыд. Всегда ведут себя со мной бесчестно. Вначале тихо спросят, где болит? И тут же пальцем давят в это место. Драка в психбольнице. В смирительных рубашках Джеки Чан. Наполеон, Чак Норрис, Цезарь, Бах. И лишь любвеобильный Дон Жуан один грустит в смирительных трусах. Только при склерозе диарея просто фантастически опасна. Вон больной несется. Всех быстрее. А куда спешит ему неясно. Ну, по причине коллеги тоже пишу хулиганские стишки. Для всех, у кого есть дети-школьники, такой совет. Вам, возможно, нравится порнуха? Ну, тогда послушайте совет. Опускайте крышку ноутбука, если вы сходили в интернет. Совет продавца. В секс-шопе нашем крутят порнофильмы. Но большинство из них такая муть. Вы только не зевайте слишком сильно. А то вас сразу купит кто-нибудь. Чтобы избежать конфузов, сисадмин, как полиглот, применяет слово юзер вместо слова идиот. Веселая ошибка. В колхоз прислали дурака. Тот утром подоить пытался, но не корову, а быка. Как бык ехидно улыбался. Эпиграммы. Василий удивил меня немало. Хоть выглядел ухоженно и стильно, под имиджем крутого театрала скрывался превосходный собудыльник. Наш крановщик-высотник Федор, конечно, если очень надо, детей не уходя с работы, забрать способен из детсада. Вот плохая примета для милых девушек. Когда ваш юноша в мобильном вас записал, как мозгургаз, то как вы не стараетесь сильно, но он не женится на вас. Нет худа без добра. Катюха стала толстая такая, за ужином съедает три бифштекса. Зато она сама теперь решает, когда ее мужчина хочет секса. Сора. За мной по грядкам бегала с ухватом моя жена Любаша после ссоры. Повытоптала гадина томаты. Прошлась любовь. Завяли помидоры. Я зол и крайне возмущен. По мне так это просто скотство. Ну почему хороших жен в России сняли с производства? Вот про семейную жизнь еще. Соседа пьяницу мне жалко. Бедняги не сносить башки. Когда в руках у бабы скалка, не факт, что будут пирожки. Всякие разности. Метеорология. Обещан штиль при жутком ветре. Льет дождь. Не виден белый свет. У вас там что, в гидромедцентре, совсем стеклянных окон нет? Школьная мама. Я пирсинг обожаю, кстати. С кольцом в носу мне по приколу дочурку поднимать с кровати, чтобы потом отправить в школу. По результатам множества опросов, прошедших среди бывших ленинградцев, пока у нас с коррупцией бороться, да хоть нечем ею заниматься. Вот рискованное тоже стихотворение, ну, по примеру, коллеги, тоже прочту. Шок это по-нашему. О, этот чудный блеск прекрасных глаз. Студент Максим был просто поражен, когда увидел свету в первый раз. Он в это время срал за гаражом. На велотренажере наша Галя, возможно, по ошибке то и дело, крутила не в ту сторону педали, и потому заметно потолстела. Еще один совет затесался. Срочно в этикет добавить надо. Девушкам, пришедшим в ресторан, лучше не встречаться с парнем взглядом, если она кушает банан. Ну и закончу. Гусар молчит. Гусар не стонет, хотя и недоволен штабом. Опять звучит приказ. По коням! А как же хочется по бабам!